Что такое сплетня? То есть, если ты кому-то рассказываешь о ком-то так, что это приводит к раздору между ними, независимо от твоего намерения, то это и является сплетня. Вагия Миналькабай решает, что это является одним из смертельных грехов. То есть, ты идешь к одному человеку и говоришь, ты знаешь, что тот про тебя сказал? Для того, чтобы настроить людей друг против друга. Это сплетня. Когда, например, какой-то человек хочет поссорить двух людей. Другой человек, допустим, как это часто бывает, Барак и Лоуфикум, жена поругалась с мужем. Идет и мама говорит, мам, представляешь, что он мне сказал про мужа? Или представляешь, что он сделал? И рассказывает маме о том, что сделал ее муж, при том, что у этой девушки даже близко намерения нету. Испортят отношения между ее мамой и мужем. Но после того, как она ее рассказала, мама же, она же мама. Мама же, братья, у шакала, у шакала, мама шакал. У гиены, мама гиена. И вот у гиены ее щенок, или у шакала ее щенок, это шакал, и это гиена. И при этом гиена любит гиену. И шакал любит шакала. Так или не так? У свиньи поросенок, это тоже поросенок. У свиньи сын поросенок. И она при том, что свинья любит своего поросенка. И вот мама, какая бы у нее плохая дочка ни была, она будет ее любить. И если дочка рассказывает о том, что кто-то ей сделал плохо, мама встанет всегда на сторону кого? Дочери. Так или так, своей основой? Потому что Аллах спонталя заложил вот это в материи инстинкт самосохранения, инстинкт сохранения своего потомства. Правильно или нет? И поэтому, когда дочка идет, и маме говорит, мой муж сделал так, мой муж сказал так, и у мамы появляется неприязнь, и в сад произошел, нет порча. А она, мама, эта девочка становится автоматически кем? Сплетницей. И наоборот, муж с женой поругался. Муж идет и рассказывает своей маме о том, что ему сказала его жена, о том, что сделала жена. Свекровь начинает ненавидеть свою сноху. При том, что у ее сына не было намерения испортить их отношения. Но он испортил, она сплетница. В наше время, она, он, да, этот парень является кем? Сплетником. И это большой грех. И пророк Солосом назвал это как ад. Это что? Колдовство. Вот так вот человек может незаметно попасть к кем? Вот.